Старт стройки дали министр транспорта России Максим Соколов и вице-губернатор края Андрей Алексеенко. Подготовка к возведению объекта началась в конце прошлого года. Сейчас завершаются работы по строительству котельной и прокладке инженерных коммуникаций. Новый терминал будет соответствовать всем современным техническим требованиям. Его площадь составит почти 12 тысяч квадратных метров и позволит принимать до 600 пассажиров в час. Это позволит очень эффективно обслуживать и с большим комфортом всех прибывающих пассажиров и таким образом увеличить не только привлекательность курорта, но и инвестиционную привлекательность всего этого района Краснодарского края, куда прилетают не только туристы, но и многие бизнесмены. На сегодняшний день Анапа, как уже было отмечено, показывает очень хорошую динамику по пассажирским именно авиаперевозкам. Второй год стабильный рост и прирост 200 тысяч пассажиров. В 2014 году миллион пассажиров, в 2015 миллион 200. Это говорит о хорошей динамике, это говорит о популярности авиаперевозок, пассажирских сообщений. Поэтому и для края, и для Анапы в целом это очень важный, знаменательный проект. Строительство нового терминала аэровокзального комплекса стало возможным благодаря программе поддержки инвестиционных проектов Минэкономразвития России. Об этом на встрече с журналистами рассказал гендиректор базы Лайра Леонид Сергеев. Строительство нового комплекса не помешает работе действующего аэропорта Анапы. Он будет принимать и отправлять воздушные суда в штатном режиме. Кстати, по итогам 2015 года аэровокзал Анапы признан лучшим региональным аэропортом страны с пассажиропотоком до 2 миллионов человек. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.